Представьте, что сейчас конец нулевых, и все обсуждают популярные RPG того времени, которые в итоге станут культовыми. Первый Ведьмак дал старт великой трилогии про убийцу монстров. Mass Effect показал, что такое эпичная космоопера и настоящая вариативность сюжета с глубокой драмой. Demon's Souls открыл дорогу в новый поджанр для BDSM-щиков, а Dragon Age стала культовым образцом ролевой игры с тактикой, да ещё и с продуманной историей мира. О последней мы поговорим в этом ролике. Ну что, попала в глаз ностальгия? Уверен, что так, и это хорошо. Обычному обзору она могла бы и навредить, но в рубрике «На игле» мы ностальгируем без зазрения совести, вспоминая самые светлые аспекты любимых игр, из-за которых хочется оставлять в них десятки, а то и сотни часов. Вот и в случае с Dragon Age, пройдя её в первый раз, сразу понимаешь, что эту историю хочется пережить снова. Ведь она весьма нелинейна, и сюжет в ней прописан до мелочей. Автор прошёл игру семь или восемь раз, каждый раз находя способы разнообразить игровой процесс. Давайте обсудим, почему Dragon Age так цепляет и какие аспекты сделали эту игру великой. Мне, сценаристу Степану Пахомову, пришлось отыскать старые страницы из кодексов, спрятанные в памяти, и дословно переписать их. Расшифровал и озвучил эти древние тексты диктор Антон Киреев, а ностальгический видеоряд создал монтажёр Богдан Андреев, применив свои волшебные навыки. Вы на канале iGEM, располагайтесь поудобнее, наливайте себе кружку гномьего Эля, ну или чё-нибудь попроще, эльфийский чаёк с травами, например. Начнём же. С Dragon Age я познакомился, когда только-только распробовал РПГ. Среди них были Готика и Готика 2, Ведьмак, Mass Effect, Neverwinter Nights 2, Oblivion, а затем и Skyrim. Руки просто сами скачивали всё, где есть прокачка, система прогресса и вариативность выбора в сюжете. Тогда я был нищим студентом, так что не удивляйтесь, что игры попадали на мой ПК прямиком с борта пиратского корабля под названием Торрент. Поначалу это творение от BioWare я не понял и решил, что скачал какую-то бюджетную подделку. Представляете? Вот такое у меня было мнение о в будущем культовой игре. Графика даже в те бородатые годы не впечатляла, а ещё раздражала, не побоюсь заявить, отвратительная русская озвучка. Конечно. Да, я поняла всё. Никакие обзоры в те времена не смотрел и не читал, даже понятия не имел, во что очередной раз буду играть. Просто скачивал и устанавливал. Разве что знакомые могли донести до меня хотя бы чуточку хайпа о той или иной игре. Ну вот, озвучку поменял, на графику перестал обращать внимание, долго и упорно погонял за мага и выместил на компьютерных болванах весь свой юношеский максимализм. Поясню. Магия в Dragon Age по лору вселенной заперта в специальных башнях под надзором церкви, потому что их считают опасными и уязвимыми для одержимости демонами в том числе. У меня возникал некий подростковый бунт. Я вживался в роль этого волшебника-узника, ненавидел своих надзирателей и считал, что людей нельзя запирать. Соответственно, везде по сюжету выступал за добро и свободу для каждого. И вот тут возникла основная причина, из-за которой я полюбил Dragon Age. Я могу поступать как захочу и видеть последствия своих решений не просто в виде влияния на сюжет, а наслаждаться великолепно прописанными эмоциями и реакциями других персонажей на мой поступок. Ничто в этой игре не остается без внимания, мир всегда отреагирует на твои вакедоны. До сих пор в памяти лежит отпечаток драматичного побега из башни магов, где тебя и твоего друга Йована ждал провал. Как много усилий вы оба приложили, чтобы стать свободными, и как больно было осознать, что всё зря. Ведь я верил, что всё получится. Дополнительные квесты мне были уже не так интересны, но я их всё равно выполнял хотя бы из чувства перфекционизма. Чтобы совесть была чиста, так сказать. В основном в них тебя просят принести 10 волчьих шкур или заниматься подобной ерундой. Это явно не уровень Скайрима, где побочки затягивали на долгие часы, а мир был полностью бесшовным. В Dragon Age, если что, он делится на загрузочные зоны, которые открываются по мере прохождения сюжета. Но это не мешает мне считать игру великой. Периодически, примерно раз в год, всё ещё перепрохожу этот шедевр и до сих пор не надоедает. Кстати говоря, судя по геймплейным трейлерам, в грядущем Dragon Age Vailguard возвращаются к корням. Снова будет крутая система комбинирования заклинаний, да ещё и с красивыми современными спецэффектами. И чтобы их заценить, нужен неплохой компьютер. Собрать мощный игровой ПК поможет компания Digital Razer, которая занимается этим уже девять лет и отлично зарекомендовала себя. На их недавно обновлённом сайте появилась удобная функция «Конфигуратор», позволяющая настроить компьютер под себя и в боковом меню заранее увидеть, сколько FPS будут выдавать на нём современные игры. Ошибиться в сборке невозможно. Всё сделано так, что проверка совместимости всех составляющих происходит прямо на сайте. Перед отправкой специалисты ещё и прогонят компьютер через стресс-тест, чтобы гарантировать отсутствие заводских браков. А чтоб ПК идеально вписывался в интерьер твоей геймерской берлоги, выбери крутейший стильный внешний вид, отражающий твою любовь к конкретной игре или жанру. Digital Razer собирает также рабочие станции и сервера, соблюдая индивидуальный подход к каждому клиенту. Забрать свою новую машину можно прямо из офиса в Санкт-Петербурге или заказать доставку в любую точку России с отправкой уже на следующий день после заказа. Гарантия до 36 месяцев, и при выходе из строя какого-либо компонентов тебе заменят его сразу без ожиданий проверки на гарантийный случай, что позволяет сильно сэкономить время. Digital Razer думает о своих клиентах, поэтому служба поддержки готова ответить в Телеграме в любой момент, даже в выходные дни. Достаточно показать им уникальный QR-код твоего компьютера, который также показывает информацию о ПК и оставшемся сроке гарантии. Удели пару минут времени на сборку, получи помощь специалистов, а затем играй без просадок FPS и наслаждайся уникальным стилем своего игрового зверя. Всё в кратчайшие сроки. Ну а мы вернёмся к похождениям в Dragon Age Origins. Перед тем, как нахваливать сюжет игры и её механики, расскажу о том, какие аспекты Dragon Age меня удивляли и выгодно ставили её на первое место в моих глазах на фоне других проектов BioWare. Ну, это RPG, скажете вы, чё необычного ты там увидел. Однако всё не так просто, как кажется. Особенно для консольщиков, которым дали сильно урезанный интерфейс и кастрировали тактические возможности. Как пекарь готов раскрыть настоящую суть игры. Разработчики заявляли, что создали духовную наследницу Baldur's Gate 2. Здорово, наверное. Только вот мне это ни о чём не говорило, ведь в той самой наследнице я не был. Как бы двусмысленно это не звучало. Вот что такое для молодого пацана первые и вторые врата Бальдура. Очевидно, устаревшие игры с устаревшей графикой и неудобным интерфейсом. По этой причине моя неуфажность не дала с ними познакомиться. Но играть в RPG желание было. Тут и приходили на помощь современные детищ игровой индустрии, среди которых затесалась партийная драгонага. С некой партийностью я уже был знаком по игре Neverwinter Nights 2, но такого тактического функционала, как в Dragon Age, там не наблюдал. Поэтому игра быстро поразила меня своими возможностями. Ставь на паузу, раздавай приказы и даже настраивай поведение для каждого члена партии. Сложно переоценить огромное влияние тактики на игровой процесс, чего ранее мне не доводилось видеть в жанре. А возможность переключения на изометрический вид помогало хотя бы отдалённо прочувствовать вайб классических изометрических CRPG. Несмотря на любовь к другим представителям BioWare, Jade Empire и Mass Effect мне уже тогда было очевидно, что они ориентированы на зрелищность и экшен. Но вот продуманной системы взаимодействия с командой в них катастрофически не хватало. Даже диалоговая система казалась сильно упрощённой. С этим круговым меню и чётким пониманием, где злой ответ, а где добрый. В Dragon Age подкупало, что система диалогов непрозрачна. Кругового меню нет и местами приходилось хорошенько подумать, прежде чем ответить. Даже положительного решения просто могло не быть и приходилось выбирать между меньшим и большим злом. Так, в сюжете, где воюют эльфы и оборотни, в любом случае кто-то умрёт. Тебе придётся выбирать, кого принести в жертву, чтобы завершить конфликт. А можно так накосячить, что произойдёт кровавая баня. Даже на третье прохождение возникал вопрос с удивлением, да сколько ещё способов прохождения этой сюжетной цепочки существует. И таких цепочек много. Мои, так сказать, отношения с Dragon Age проходили в несколько этапов, прям как с женой. До свадьбы она кажется простой и невинной, потом ты познаёшь детали её характера, а затем и вовсе знаешь, как облупленную. Не подумайте плохого, не надо лупить женщин, только плёточкой, легонько. Как только я начал играть в Dragon Age, она мне показалась синглплеерным аналогом World of Warcraft. Поясняю, почему привёл такое сравнение. У них и правда есть схожесть как минимум в системе перезарядки способностей. Да и при сражении с серьёзными противниками приходилось усиленно размышлять о грамотном применении каждого зелья, заклинания, а также следить за маной или энергией. Складывалось ощущение, что я играю в вов, но управляю не одним героем, а всей командой сразу переключаясь между персонажами. При первом прохождении я не особо-то вникал в систему боя Dragon Age. Но после неоднократного прохождения выяснил, как много в ней комбинаций. Маг, к примеру, может разнести замороженного противника кулаком земли. Да и окружение тоже можно использовать. Понял это только тогда, когда поджёг задницу под противниками, чиркнув искрой на масле у них под ногами. Да и себе поджёг. Сейчас уже чьи-то руки тянутся написать, что про комбухи было написано в обучающих подсказках. И я не знаю, что вам ответить. Не думайте об этом. Подумайте лучше о том, где можно выгодно приобрести игры в наше непростое время, когда всё блокируют и ограничивают. Здесь всё проще простого. Затаривайтесь лицензионными ключами в нашем обновлённом магазине IGMGG. Тут вас ждёт большой ассортимент, среди которого множество популярных тайтлов. Почти даром можно ухватить Цивилизейшн 6 и покорять целые эпохи, пока ждёте седьмую часть. Любуйтесь Ларой Крофт и переживайте с ней приключения в эпической трилогии Tomb Raider Definitive Survivor Trilogy. А также дробите черепа в средневековых побоищах Kingdom Come Deliverance. У нас есть не только максимальное издание Royal, но и возможность оформить предзаказ второй части. Но и это ещё не всё. Теперь можно приобрести карты пополнения, будь то валюты в PUBG Mobile или карты игрового времени в WoW. Мы постоянно обновляем каталог, поэтому переходите по ссылке в описании и покупайте выгодно на IGMGG. Даже когда я запомнил все ловушки, масляные пятна, расположение врагов на локациях и комбинации заклинаний, даже тут не смог избежать нужды в применении тактики. Для среднестатистического игрока, коим я поначалу и был, Dragon Age, сложная игра, требующая продумывать свои ходы. Ну не получится у тебя просто нестись вперёд как дурак, хоть ты трижды запомнил все локации. Это меня и подкупило. Игра всегда воспринималась мною как испытание даже на пятое прохождение. Именно так Dragon Age выглядела для новоиспечённого RPG-шника. Но вот я пробыл в браке с игрой достаточно долго и наигрался на кошмарной сложности. В какой-то момент мне стало легко настолько, что захотелось чё-то нового. На помощь пришла безумная идея – пройти всю игру, не используя спутников. Молодожён умер, пришёл поехавший мужик, которому простого секса с женой недостаточно, нужно что-то необычное. Так родился хардкорщик. И лучше бы я этого не делал. Серьёзно, никогда этого не повторяйте. Причина в том, что в своих извращённых похождениях я разглядел сломанный баланс игры. Разбойник с двумя кинжалами и волшебник являются имбовыми классами, сильно опережающими по эффективности любой спек воина. Маг, даже не напрягаясь, уничтожает орды противников мизинцем левой ноги, заставляя их корчиться в агонии огненных вихрей. Разбойник же исчезает, выманивает выстрелами из лука врагов по одному, оглушает, больно бьёт в спину и травит ядом. Даже дракон не может такого проныра уложить, если всё делать правильно. Я проходил в соло именно за разбойника. Лучше было просто бросить игру и вернуться в неё через несколько лет или месяцев, чем так над ней извращаться. В таком случае я бы не разглядел её проблем. Вот сами подумайте, разве кто-то из вас парился насчёт эффективности классов? Уверен, что многие хотели лучника и выбирали лучника, потому что по кайфу стрелять из лука, и пофиг, насколько он там имбовый. Такой подход принесёт вам намного больше положительных эмоций, чем извращённые челленджи. Ну да ладно, я вылечился. Честно-честно. Теперь у меня нет такой сильной тяги к подобным приключениям и хватает просто кошмарной сложности, да и использования всех механик игры со спутниками. Dragon Age в любом случае остаётся очень продуманной в плане боестолкновений. Каждая пачка мобов или босс заставляют включать голову, а настройки сложности весьма гибкие, что позволяет игре быть для всех и каждого, полюбиться и хардкорщикам, и казуалам. С механиками разобрались, а теперь поговорим о мире и сюжете. Не влюбиться в них сложно. Несложно заметить, что в BioWare хотели сделать свой собственный Dungeons & Dragons с Блэк Джеком эротическими катсценами. Получилось не идеально, история полна клише и схожестей с тем, что мы уже видели в Ведьмаке Сапковского или Песни льда и пламени Мартина. Эльфы когда-то воевали с людьми, а теперь доживают свой век и находятся в резервации, а местное знать Фирилдена, королевство, где происходят события игры, плетёт интриги в стиле Игры Престолов, пока остывает труп короля. Но не стоит спешить и называть Dragon Age D&D у нас дома. На сегодняшний день вселенная обросла обширным лором и имеет собственную, свою уникальную изюминку и неповторимую атмосферу. Но мы так далеко не пойдём, ограничимся первой частью франшизы. Лично для меня Dragon Age раскрылась лучше всего на этапе создания персонажа. Фишка в шести абсолютно разных историях, на которые влияет раса и происхождение. И нет дела не в какой-то разнице статов, а в полностью другом стартовом сюжете, который затем будет находить своё отражение и в будущем, в течение всей игры. Поначалу я часами сидел в разделе кодекса и читал истории королевства Ферлден, где мы начинаем играть, всё больше и больше погружаясь в эту вселенную. Сперва знал историю лишь одних магов, и только их глазами мог воспринимать мировой конфликт. Но вот, играя уже за лесных эльфов, увидел, с каким трудом они пытаются сохранить свои многовековые традиции и как сильно натянуты их отношения с людьми. Там и узнаётся, что две расы когда-то между собой воевали. Ты прям-таки сам чувствуешь себя эльфом и хочешь отомстить гадким людишкам за все обиды. Я побыл абсолютно во всех шкурах. Влочил жалкое существование загородского эльфа из гет-района. Был гномом и проникся их суровым характером и кастовой системой. Раса настолько скрыта от глаз остального мира, что им даже не позволено выходить на поверхность, а те, кто это всё-таки сделают, навсегда лишатся касты и больше не смогут быть частью своего народа. Как и у эльфов, гном выбирает две судьбы. Быть ему знатным сыном короля или бескастовым преступником. Признаюсь, бескастовый гном – моя любимая стартовая сюжетка. Быть может, потому что я сам вырос на улицах. История знатного человека напомнила политические интриги Джорджа Мартина. Тут даже присутствует гибель всей твоей семьи, и ты, как последний из рода Старков, должен отомстить интриганам. Настоящие вайбы «Игры престолов». И над всем этим давлеет угроза массового вторжения, порождение тьмы, загадочных тварей, оставляющих после себя только порчу и опустошение, командует которыми огромный дракон под названием Архидемон. Каждый из шести вступительных сюжетов тщательно проработан со стороны политической глубины, при этом не забывая, что является фэнтези-вселенной. Уникальные истории отражаются отголоском в основной кампании, а также, уж поверьте, в вашем сердечке. Даже в этих приквелах, мини-приключениях есть возможность пойти по другому пути. А множество описаний мира, выбранной тобой расой и прочих особенностей настолько обширны, что про саму игру с ее прокачкой и тактикой порой забываешь, целиком и полностью погружаясь в изучение вселенной. Несмотря на то, что любой персонаж в итоге попадает в Серые Стражи, древнюю организацию, которая борется с порождениями тьмы, радовало отражение твоего прошлого на всем сюжете игры, пусть и незначительно. Тут ты встретишь старого знакомого, а здесь эльфы примут тебя более радушно, потому что ты тоже эльф. В конце и вовсе кайфанул с возможностью решить судьбу всего своего народа, сделав их жизнь лучше. Так за городского эльфа можно добиться более равноправного положения своих сородичей. Чтобы полностью изучить сюжет Dragon Age, у меня ушла не одна сотня часов. Вот настолько она обширна. Несмотря на множество клише, неудивительно, что игра вызвала такой пристальный интерес среди миллионов игроков по всему миру. С самого начала я понимал, что играю не в экшен, а в медленную игру с крайне долгими извилистыми диалогами. Мир, сюжет и драму разворачивают в таких масштабах, что сражения являются лишь короткими вспышками между чесанием языком. Но должна же была наступить точка, когда читать уже нечего, и весь сюжет, и лорд ты знаешь. И вот ты уже игнорируешь страницы кодекса и спокойно идёшь крошить нечисть. Тем не менее, всё гораздо глубже раскрывается на уровне каждого отдельного персонажа, в том числе и твоего. В этом и есть фишка Dragon Age, из-за которой я снова и снова пролетал игру от начала до конца. Включая дополнение Awakening. Серая мораль и непредсказуемые поступки спутников заставляли почувствовать реализм. Я верил, что люди могут так общаться. Персонаж может присоединиться или не присоединиться к команде. Уйти или остаться – на всё это влияет поведение игрока. Каждый герой имеет свой уровень одобрения, и от его уровня сильно зависит, будет ли он поддерживать тебя в дальнейшем. Эльф Зевран, например, сильно удивил, когда просто взял и предал меня, присоединившись к наёмным убийцам. Оказывается, что с ним надо было дружить, и он бы так не поступил. Единственные выжившие, кроме игрока, серый страж Алистер и ведьма Морриган, помогающая вам, являются основными спутниками с начала игры. И они ненавидят друг друга. Сильно забавляли их перепалки, а обсуждение дальнейших планов с ними часто превращалось в попытки угодить каждому. Но больше всего поразило другое. Только спустя несколько лет, даже имея стаж, в сотни часов я узнал, что, к примеру, тому же Алистеру, тряпки и сопляжую, можно сказать «Будь мужиком, блядь!» И он станет настоящим решалой, взяв себя в руки. Морриган же – стерва с характером, но её можно смягчить, если найти к даме подход. Где-то в глубине её души живёт нежная женщина. Какого хрена это было так неочевидно? В игре также есть спутник Барт по имени Лилиана. Её можно сделать как добрее, так и ужесточить. Ужесточив Лилиану, можно уговорить её на тройничок с другой девушкой. Надеюсь, что открыл для вас секрет. Несомненно, что у каждого игрока есть свои фавориты. Мне вот очень интересен Кунари Стэна, убивший в порывах ярости семью крестьян. Оказалось, что виной всему потери его меча, а для Кунари потерять меч – величайшее бесчестие. Несмотря на то, что крестьяне вытащили Стэна после битвы и отходили, он на эмоциях их порешил, не обнаружив рядом оружие. После чего Кунари добровольно согласился на голодную смерть. Но тут приходит игрок и предлагает ему искупить вину в войне с порождениями тьмы. С большим интересом я пытался выяснить, почему Стэн убил крестьян. Хотел узнать его самого и подробности о народе Кунари. И вот выясняется, что Кунари – это такая уникальная раса рогатых существ, живущих далеко на острове и соблюдающих свою собственную философию кун, похожую немного на коммунизм. У всех примерно равные права и чёткая иерархия. Даже человек может принять кун. Моделька Стэна рогами не снабжена. Кунари получит рога только со второй части. Dragon Age является чистейшей игрой BioWare со времён, когда студия ещё умела в сюжет и геймплей, а не делала всякий Энзем с Андромедой. Брр, зачем только вспомнил. Игра понимает игрока и даёт ему возможность формировать взаимодействие с персонажами так, как он хочет, при условии, что он готов уделять множество времени на изучение их характера и чтение диалогов. Да чё тут говорить, поступки героя даже на геймплей влияют. В игре есть четыре дополнительных специализации для каждого класса, и чёрта с два ты их все откроешь, если не будешь участвовать в сложных моральных выборах. Порой ради могущества придётся поступать как богохульник или моральный урод. Чем не продолжение славных традиций классических CRPG. Приведу пример. Чтобы открыть крутой класс-потрошитель для воина, необходимо осквернить прах самой богини, которой все добрые люди поклоняются. Этот поступок настолько мерзотный, что даже двое из твоих спутников либо могут уйти из команды, либо даже атакуют тебя. Всё зависит от уровня отношений с ними. Моим романтическим интересом почти всегда была Лилиана, но и закрутить интрижку одновременно с двумя девушками тоже пытался. Даже тут игра удивила. Гаремник не получился. Ревнивые спутницы быстро поставили ультиматум и заставили выбирать. Попался даже в ловушку нетрадиционной любви, если вы понимаете, о чём я. Согласитесь на массаж Зеврана и узнаете подробнее. Интересный факт. У гнома вырастает не только детородный орган во время возбуждения. В эротических кат-сценах он весь становится выше ростом. Сам герой в зависимости от одного из шести выбранных прологов будет сталкиваться с персонажами из прошлого или использовать своё происхождение для решения тех или иных задач. Так, за гнома вы встретите старого друга, торгующего на рынке. На эльфа будут предвзято коситься люди-расисты, а игрок-человек получит возможность отомстить за свою семью. Таких мелких деталей много, и пусть я не уверен на 100%, но вроде все их заприметил. Пусть тактика и билдостроение являются интересной частью игры, но они не стали визитными карточками серии. Вытаскивает серию, сюжет и проработка каждого героя. Dragon Age 2 и Инквизиция сомнительны в плане геймплея, но, как и первая часть, они вывезли и получили какую-никакую народную любовь, потому что оставили в себе глубоких и интересных персонажей, а также вариативность прохождения. Почему же Dragon Age заслужил такую огромную народную любовь? Все дело в невероятно разнообразном взаимодействии с персонажами и влиянием на историю конкретно твоего персонажа. Невозможно пройти игру полностью одинаково. Минимум шесть прохождений ты будешь постоянно открывать для себя что-то новое. Да и геймплейная игра не подкачала. Это добротная тактика с РПГ-элементами, полными самых разных комбинаций. Даже скудный выбор классов можно окрасить выбором двух из четырёх доп. специализаций. Фантазии на тему собственных билдов тоже никто не отменял, и даже в 2024 году вполне можно экспериментировать и придумывать что-то своё. Dragon Age не имеет высокого порога вхождения, она будет простой для каждого новичка. Поверьте, она затянет вас с головой и геймплейно, и при попытке познать историю мира. Для более хардкорных игроков тут тоже есть чем заняться. Если кошмарной сложности мало, то добро пожаловать в клуб соло-извращенцев. Великолепно прописанная драма и политические интриги, эпичность происходящего на фоне глобальной мировой угрозы, до мелочей прописанные персонажи и народы – всё это заставляет любить Dragon Age, изучать его всё подробнее и подробнее, пока уже до дыр не затрёшь. Даже сотни часов вам будет мало, чтобы узнать об игре всё. Но это время ты проводишь с кайфом, без духоты. Пишите в комментариях, какие персонажи Dragon Age вам полюбились больше всего, какие классы и билды любимые, а особенно интересно, как вы относитесь к сиквелам и чего ждёте от Вейлгард. Не забывайте подписываться и нажимать колокольчик. Мы же продолжим творить для вас всё новые и новые истории, как делали когда-то специалисты из BioWare. А также подписывайтесь на наши соцсети – ВК, Телеграм, ТикТок, Дискорд, Твич и Бусти. Скоро услышимся. Субтитры создавал DimaTorzok